В эфире телеканала ННТ Новости 24 и я, Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Древний вид спорта в самом древнем городе страны. В Дербенте будут развивать больную борьбу. Статистику трагических случаев пополнило еще одно пьяное ДТП, произошедшее в Махачкале. 29-летний житель Кумтаркалинского района сбил насмерть работницу ЖКХ. 67-летняя женщина примерно в 6 утра подметала проезжую часть дороги. В это время в нее на скорости врезался молодой человек на Лексусе. От полученных травм женщина скончалась. После столкновения пьяный водитель скрылся во дворах. Спустя несколько часов правоохранители установили местонахождение Лихача. Я посигналил, она меня увидела и не остановилась дальше. Пошла, я думал, она остановится на середине, а она дальше стала переходить дорогу. Чтобы избежать с ней столкновения, я выжал тормоза, нажал на тормоз, ушел на встречную полосу, чтобы ее объехать. И допустил с ней столкновениями. Как признался сам водитель в этом году, он уже был лишен прав на вождение за отказ от освидетельствования. На момент аварии автомобиль виновного был еще и без регистрационных номеров. По факту происшествия собран материал для принятия процессуального решения. Число 100-бальников ЕГЭ по русскому языку в Дагестане выросло почти втрое. Максимальные 100 баллов в этом году набрали 29 школьников. Годом ранее такой результат показали лишь 11 учеников. Кроме этого, в этом году стало больше высокобальных работ. Свыше 80 баллов смогли набрать более полутора тысяч участников. Напомним, в этом году ЕГЭ сдают порядка 10 тысяч выпускников. Самым массовым стал экзамен по русскому языку. Россияне смогут купить одежду, обувь и вещи для школьников на соцпомощь. С таким предложением выступили в Министерстве труда. Ведомства считают, что список товаров и услуг, которые семьи могут оплатить на средства госсубсидии, сильно ограничен. Сейчас на соцпомощь можно купить только лекарства и товары первой необходимости. Согласно проекту, получатели госпомощи смогут приобретать одежду, обувь, а также обеспечивать потребности в товарах и услугах для школьного образования. Маткапитал теперь можно использовать для строительства дома на садовом участке. Об этом сообщают в пенсионном фонде Дагестана. По данным ведомства, для строительства жилого дома на средства капитала семья должна иметь на это разрешение и право собственности на землю. Если же работы по строительству были начаты до появления ребенка, деньги могут быть компенсированы. Напомним, порядок подачи заявления на использование сертификата упрощен. Семьям не обязательно предъявлять документы на право собственности. Пенсионный фонд запросит их самостоятельно. Сутки до поединка Исмаилов-Емельяненко блокбастер этого года в российском ММА возглавит турнир лиги ACA в Сочи. Сегодня утром оба бойца прошли процедуру взвешивания. По ее итогам вес дагестанского спортсмена составил 94 килограмма, в то время как его рослый соперник предсказуемо оказался тяжелее почти на 23 килограмма. Весы Емельяненко показали 117 килограмм. Накануне бойцы успели встретиться лицом к лицу на открытой тренировке. Самые яркие бойцы России, они как и в виртуальном противостоянии, много шутили, обменивались взаимными подколами. А в разговоре с журналистами оба выразили желание нокаутировать друг друга. Помимо Исмаилова, свои поединки завтра проведут еще трое дагестанцев. Гаджимурат Хиромагомедов, Насрудин Насрудинов и Ахмед Мусакаев. Начало турнира намечено на 17 часов. Бои пройдут при пустых трибунах. Платная трансляция будет доступна на сайте лиги ACA. Ну а в Дзербенте тем временем будут развивать вольную борьбу. Накануне глава древнего города встретился с известными дагестанскими спортсменами и тренерами, в числе которых воспитанник местной школы борьбы Даурен Куруглиев. Какие планы у градоначальника и борцов узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Чемпионы мира, Европы и участники Олимпийских игр именитые борцы уже проводили мастер-класс в древнейшем городе России. На этот раз они приехали с новой, более масштабной миссией. Абдуславом Гадисов предложил провести в Дзербенте первый всероссийский турнир. По словам наставника юниорской сборной России, организация ежегодных соревнований придаст новый импульс развитию спорта в регионе. Из Сибири приедут сюда ребята, с Москвы. Здесь практически нет турниров, всероссийских турниров практически нет. И не то, что по вольной борьбе, ни по какой дисциплине я информацию собирал. Это будет, во-первых, для ребят стимул, чтобы они занимались спортом или здоровым образом жизни. И также для людей, которые будут сюда приезжать, видеть, что здесь можно приехать с семьей, отдохнуть. Также для туристов тоже будет интересно. Я думаю, такое предложение у нас есть. Участвуя в престижных всероссийских и международных турнирах, выходцы из Дзербента Даурен Куруглиев и Асадуа Лачинов уже не раз завоевывали заслуженные титулы. Теперь пришло время передать эту эстафету подрастающему поколению. Глава города Хизри Абакаров поддержал идею спортсменов и заверил, что в зале на базе Дю США номер 10 будут созданы все условия для проведения турниров. Кроме того, градоначальник ознакомил участников встречи с проектом нового дворца спорта. Строительство планирует начать к концу года. Здесь получается гостиница, здесь будет бассейн, она будет раздвижная, для спортсменов в самый раз. Здесь мы уже футбольные поля начали делать, футбольные, баскетбольные их уже начали делать. У нас здесь еще где красота, где золотая века будет, ждем пока камня уже закончится. Там тоже спортивные площадки есть. У нас преимущество. Рядом гора много. Одно из преимуществ. Что город исторический, что город многонациональный. И вкусной еды нигде нет. Поэтому получается, да. В беседе также говорили о туристическом потенциале Дербента. Стороны были солидарны во мнении, что развитие спорта поможет привлечь в город новый поток туристов со всей России. Спортсмены, а также присутствовавшие на встрече общественные деятели поблагодарили Хизри Абакарова за поддержку и сделали ему памятный подарок. Мам Шамиль, мы знаем, 25 лет воевал, а нам хочется, чтобы вы дальше еще 25 лет работали во благо таргистанского народа. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова